Все будет Украина в рамках международно признанных границ, я в принципе всегда занимаю эту позицию, потому что нам чужого не надо. Но многие из вас, конечно же, сразу зададутся вопросом, а Таганрог? А Таганрог, ну а что Таганрог? По Таганрогу, знаете, как в этом деле они запускают ракеты в наши города, и нам нужно стремиться только к одной цели. Значит, а, бить, конечно же, надо по военным объектам, уничтожать российские девятиэтажки, в этом нет никакого смысла, военного и практического. Значит, за каждый удар по украинскому городу нужно сжигать одну воинскую часть, вместе, соответственно, с персоналом. Так вот, что там по Таганрогу? На самом-то деле, странно, но в Раша ТВ сказали правду. Возвращаемся к атаке на Таганрог. Режим чрезвычайной ситуации ввели в ростовском Таганроге после падения обломков украинской ракеты. Они прекрасно справляются имеющимися у них ракетами, ствольной артиллерии, для нанесения ударов по нашим тылам. Понятно же, что по Таганрогу убили, потому что там военные объекты. Ну, Карен Георгиевич, только что Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области, заявил Песков. Закончил саммит России. Прошу вас. Ой, ну слава богу, что Путину доложили, теперь жизнь пойдет у них лучше. Все видите, как у них устроено? Все завязано на первое лицо. Маньяк занят с африканскими лидерами и все поставили на паузу. Между прочим, у них там начинается избирательная кампания. Именно так, да. Российские СМИ и всякие там конторы, которые их обслуживают, уже выдают такую тему, что еще чуть-чуть Путин объявит о том, что он, соответственно, объявит свое участие в выборах. Я всегда улыбаюсь по этому поводу, потому что, извините, тут нужно срочно включить трезуб, как вы верно заметили. Почему? Потому что, ну, где Раша, где выборы? Ну, какие же это выборы, если даже зарегистрироваться можно только с согласия Путина? В этом плане, кстати, Владимиру Путину было наверняка очень интересно потусоваться с африканскими лидерами. У них там, что не президент, что не глава государства, все эти загорелые парни, половина из них пришли, соответственно, к власти в ходе военных переворотов, государственных переворотов. И, вообще-то, если мерить, вот, как бы, сугубо правом, то и Путин тоже пришел к власти вследствие государственного переворота. Значит, они захватили власть, изменили саму российскую конституцию, теперь нам рассказывают, что там они вписали украинские регионы, поэтому теперь это их. Ничего подобного. Значит, так, конечно же, не будет. Так, ну, протагонрок, понятно, военные объекты, нечего тут жаловаться, я думаю, чаще надо это делать, и если уж ставить какой-то вопрос в перспективах войны, то количество ракет, мы тут недавно обсуждали, где наши ракеты. Вот сейчас полетели С-200. Сказать, что это что-то современное? Нет, 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 это все то, что осталось от Советского Союза, совсем примитивные технологии, хотя ракета и большая, и гигантская, и там сложная система заправки, ну, в общем, всегда... Всегда...